Квента Сильмариллион Повесть о Сильмарилях Глава первая О начале дней Мудрые говорят, что первая война Началась до того, как творение Арды было завершено И прежде чем появилось что-нибудь, Что росло бы на почве земли или бродило по ней И долгое время Мелькор одерживал верх Но в разгар войны, на помощь Валар, Услышав в глуби небес о битвах в малом владении Пришел дух великой силы и смелости И Арда наполнилась раскатами его хохота Так явился Тулкас Сильный, чья ярость приходит, как ураган И гоня перед собой тучи и тьму И Мелькор отступил перед его гневом и смехом И покинул Арду, и долгие годы там царил мир А Тулкас остался и стал одним из Валар царства земного Мелькор уже томился во внемировой тьме И ненависть его навеки была отдана Тулкасу В те времена Валар приводили в порядок моря и земли и горы И Ивана посеяла наконец семена, которые давно создала Когда огни были погашены или погребены под первобытными горами Возникла нужда в свете И Ауле, по просьбе Иваны, сделал два мощных светильника Для освещения Средиземья, сотворенного им среди окружающих морей Потом Варда наполнила светильники А Манве благословил их И Валар укрепили их на высоких столпах Выше всех гор поздних эпох А ин светильник они подняли близ севера Средиземья И назвали его Илуин А второй был поднят на юге и назван Ормал И сияние светилен Валаров струилось над землей И все было освещено И всюду царил неизменный день Тогда семена, что поселила Ивана, стали быстро прорастать И тянуться к свету И поднялось множество растений Великих и малых, мхи и папоротники Травы и деревья Чи вершины будто горы, коронованы облаками А корни погружены в зеленый сумрак И пришли звери И поселились на травянистых равнинах В озерах и реках И в тени лесов Однако ни один цветок не цвел еще И ни одна птица не пела Они ждали своего часа на груди Иваны Но все бурно росло И пышнее всего в центральных областях земли Где свет обоих светилен смешивался И там, на острове Альмарен Посреди великого озера Было первое жилище Валар Когда все было юным И зелень казалась прекрасной Создавшим ее И долго они жили в покое И случилось так Что когда Валар отдыхали от трудов И смотрели, как растет и развивается все Что они создали и что начали Ман воззадал великий пир И все Валар со своими свитами Отправились туда Но Ауле и Тулкас были утомлены Ибо искусность Ауле и сила Тулкаса Приходили на помощь всем во время трудов Амелькар знал обо всем, что творилось Ибо даже тогда имел Тайных друзей и соглядатые в среде Майер И вдали и во тьме Он исполнился ненависти Ибо завидовал совершенному его собратьями Коих он жаждал подчинить себе Посему он призвал к себе духов из пустошей Эя Которых ранее привлек к себе на службу И считал, что силен И теперь, видя, что время его близко Он вновь подобрался к Карде И взглянул на нее сверху И красота вешней земли Еще более разожгла его ненависть А Валары собрались на Альмарене И потому что не боялись зла И свет Илуина был ярок Не увидели на севере тени, что отбрасывал Мелькар Ибо он стал темен, как ночь пустоты И поется в песнях, что на перу вешней земли Тулкас взял в жону Нессу, сестру Орома И она плясала перед Валар на зеленой траве Альмарена Затем Тулкас устал и спокойно уснул И Мелькар решил, что пришел его час Потому он со своим войском перешел через стены ночи И явился в Средиземье, на его дальний север И Валар не узнали о том Мелькар же начал рыть и строить в глубинах земли Под темными горами, где лучи Илуина были холодные и тусклы Могучую крепость Эта твердыня завалась Утумна И хотя Валар пока не знали о ней Злого Мелькара и вредоносные пары его ненависти Уже изливались оттуда А весна Арды затмилась Зелень заболевала и сохла Реки заросли тростником А озера забил Ил И сделались болота Смрадные и ядовитые Где множились мухи А леса стали темны и опасны И страх поселился в них И звери превратились в чудищ Рогатых и клыкастых И оросили кровью землю Тогда поняли Валар, что Мелькар трудится снова И начали искать его укрывище А Мелькар веря в несокрушимость Утумна И мощь своих слуг Начал войну И первым нанес удар Когда Валар не были еще готовы Поступил к Иллуину и Ормалу Повлил столпы И разбил светильники При недвержении столпов Земли разрушились И моря вышли из берегов А когда разбились светильники Губительное пламя потекло по земле И облик Арды И равновесие его от земель нарушилось Так что изначальные замыслы Валар Были искажены И впоследствии не восстановились В смятении и во тьме Мелькар спасся Хотя великий ужас объял его Ибо над ревом морей Могучим ветром слышал он глаз манвы И земля дрожала под ногами Тулкаса Но Тулкас не нагнал Мелькара И тот укрылся в Утумна И затаился там И в то время Валар не смогли захватить его Ибо большая часть их сил Ушла на усмирение морей И на спасение того Что можно было еще спасти из их трудов А после они боялись расщепить землю Ибо знали Что на ней Будет жилище детей Илуватара Время прихода коих сокрыто от Валар Так как кончилась весна Арды Жилище Валаров на Альмаране Было сравнено с землей И у них не стало пристанище на земле А потому они ушли среди земли И отправились в земли Аман Самую западную из всех земель в пределах мира Через западные берега омывает внешний океан Который эльфы зовут Эккайя Океан, окружающий царство земное Сколь велик тут океан Неведомо никому, кроме Валар А за ними стоят стены ночи А восточный берегам она Омывает Белегаэр Великое западное море И так как Мелькор вернулся в Средиземье И не был еще побежден Валар укрепили свое выжилище И воздвигли на берегах моря Пелоры Горы Амана Высочайшие на земле И выше всех высот Пелоров Была вершина, на которой Восел на троне Манве Эльфы зовут усвященную гору Таникватиль И Оилоссе Нетускнеющая белизна И Элерина Коронованная звездами И многими другими именами А Синдер на своем языке Нариклею Аман Уэллос И чертогов на Таникватиль Манве и Варда озирают землю До самого восточного ее края За стенами Пелоров Валары основали свое владение Что зовется Валенором Там были их дома, сады и крепости В этом укрепленном краю Валары собрали свет И то прекрасное, что сумели спасти от разрушения И многое еще более прекрасное Было создано заново И Валенор стал более красив, чем Средиземье В одни весны Арды И благословлен Ибо бессмертие жило в нем И ничто не увидало И не сокло в том краю Цветы и листья были не запятнаны А живущие не старели и не болели Ибо в самых камнях и водах Жил благой дух А когда Валенор был создан А жилища Валары построены Они возвели за горами В центре равнины Свой город Валенор Многозвонный Перед его западными вратами Был зеленый курган Эзал-Лохар Что зовется еще Крол-Лайре И Ивана благословила его И долго сидела на зеленой траве И пела песню веления В которую вложила все думы о том Что растет на земле А Нена молчала И орошала курган слезами В то время Валар собрались вместе Послушать песни Иваны И молча сидели на тронах Совета Маханаскаря Кольце судьбы Были золотых врат Валемара И Ивана Кементари Пела пред ними А они смотрели И вот на вершине кургана Пробились два гибких ростка И молчание в тот час Объяло весь мир И не было других звуков Кроме песни Иваны Под звуки этой песни Ростки вытянулись И стали высоки И прекрасны И зацвели Так пришли в мир Два древа Валенара И всего что созданное Иваной Они наиболее известны И все предания Предначальной эпохи Переплетены с их судьбой У одного дерева Листья были темнозеленые А снизу сияли серебром Из каждого из бесчисленных цветов Стекла серебристая Свет роса А землю под деревом Пестрели тени Трепешущих листьев Листва другого Была нежно-зеленой Как у молодой березы И каждый лист Окамляло Мерцающее золото Цветы свершились С его ветвей Гроздьями Желтого пламени И каждый цветок Был подобен Блестящему рогу Изливающему на землю Золотой дождь И от дерева Исходили тепло И яркий свет Первое дерево Звалось в Вальнаре Тальперионом И Сильпионом И Нинквелоте И многими другими именами А второе Лаурелин И Малиналде И Кулуриэн За семь часов Каждое дерево Разгоралось и угасало И каждое Начинало сиять вновь За час до того Как тускнело другое Потому в Вальнаре Дважды в день Наступал дивный час Когда свет обоих деревьев Был слаб И их золотистые Серебряные лучи Смешивались Тальперион Был старшим Из деревьев И первым Достиг полного роста И светения И первый час Его сияния Серебристо-белый рассвет Валар не несли С счет часов А назвали Часом открытия И отчитывают От него века Свое управление Вальнаре Потому в шестой час Первого дня И всех последующих дней До затмения Вальнара Тальперион Умерял свой блеск А на двенадцатый Лаурелин Свое цветение И каждый день Валар Вамани Состоял из двенадцати часов И кончался Со вторым Смешиванием цветов Когда Лаурен Угасал А Тальперион Разгорался Но свет Что стекал с деревьев Жил долго Покуда не растворялся В воздухе Или не впитывался В почву И свет Рассут Альпериона И дождь Лаурелина Варда собирала В большие чаши Подобные сияющим озерам Что для всей земли Валар Стали источниками Воды и света Так начались Благи Дни Валенара И счет времени Шли века И приближалось время Назначенное Илуватаром Для прихода Перворожденных А Средиземье Лежало в сумерках Под звездами Что создало Варда И забытый год Ее трудов Вэа И во тьме Жил Мелькар И часто бродил Там в обличиях Могучих и ужасных И владел горами И безднами И повелевало Днем и морозом И всем Что было в то время Жестокого Неистового И страшного Валар же Отдали любовь И заботу Землям За пилорами И редко Переходили горы И являлись Средиземья В сердце Хотя тем Кто возделывает Землю И растит плоды Покровительствует Также подруга Аули Явана Киментаря Именно Аули Прозван другом Нолдер Ибо они Многому научились У него И стали Искуснейшими Из эльфов И по своему Пользуясь тем Чем одарил их Илуватар Многое прибавили К тому Чему научились Любили языки Письмена Вышивки Рисунки И вояния Нолдер Первыми научились Создавать Драгоценные Камни А самыми Дивными Из камней Были Сири Мориль Но они Сгинули Но Манвы Самый Могучий И благой Завалар Не забывал О своих Думах Покинутую Землю Ибо Трон его Утвержден На вершине Таникватель Высочайшей Горы Мира Что стоит На границе Моря Духи В облике Воронов И орлов То и тело Влетают В чертоги Манвы И вылетают Из них Взор их Видит Глубины Морей И пронзает Толщину Гор Проникая В тайные Бездны Так ему Приносили Вести Обо всем Что творилось В Орде Кое-что Однако Было Сокрыто От глаз Манвы И его Слуг Ибо Там Где Восседал Объят Черной Думой Мелькор Царила Непроглядная Тьма Манва Не думает О собственной Славе И не стремится Угнетать Но правит В мире Больше Прочих Эльфов Ибо поэзия Любовь Манва А песня Его музыка Одежда У него Голубые И голубым Огнем Сияют Глаза А скипетр Его И сапфиров Которые Сотворили Молдер Он Наместник Илуатара Король Мира Валаров Эльфов И людей И главный Защитник Его От лиха Мелькора Супруга Его Варда Прекраснейшая Та Что на языке Синдра Зовется Эльбарет Королева Валар Валенаре Но приходил Туда И то лишь Когда наступала Нужда В Великом Совете Сотворение Арды Обитал Он во Внешнем Океане И по сей день Живет Там Он Направляет Течение Всех Вод Правит Приливами Реками И вешним Половодьем Росой И дождем Где бы Они Не Выпадали В глубинах Создает он Музыку Прекрасную Грозную И отзвук Ее Веселье И скорби Струится По всем Жилам Мира Ибо Если Весело Фонтан Взлетающий К солнцу Питающие Его ключи Бьют Из колодца В скорби У корней Земли Теллари Многому Научились От Ульма И потому В музыке Звучит Печаль И радость С ними Варду Пришел Салмар Сделавший Рога Ульма Музыку Которых Не может Забыть Никто Из Слышавших Ее А также Оса И Уэйнон Которым Он Прогуществом Ульма Даже Во тьме Мелькара Жизнь Продолжала Струиться По тайным Жилам И земля Не умерла И для тех Кто терялся Во мраке И блаженал Вдали От света Вауар Слух Ульма Всегда Был Открыт Он Никогда Не Отворачивался От Средиземья И Какие Беды И Перемены Не Случались После Он Не Переставал Думать О нем И Не Перестанет До Конца Дней И В эти Годы Тьмы И И Не Хотела Забывать О Покинутых Землях И Во все Что Растет Дорого Ей И Она Скорбела О Делах Начатых Средиземье И И И Спорщенных Мелькаром Посему Покинув Дом Аули И Цветущая Луга Валенара Она Иногда Приходила И Сцеляла Нанесенные Мелькаром Раны И Вернувшись Всегда Убеждала Валар Начать Войну Против Его Лиходейской Власти Войну Которую Следует Завершить До Прихода Перворожденных И Укротитель Зверей Ороме Тоже Порой Наизжал Вне Освещенные Леса Он Являлся Туда Могучим Охотником С копьем И Луком Уничтожал Чудовищ И Других Жутких Тварей Подвластных Мелькару И Его Орненами Арда В свой Рог Валар Ором И Эхом Отзывались Горы И Призраки Зла Бежали И Сам Мелькар Содрогался Вутумно Предвидя Грядущий Гнев Но Едва Ором Уезжал Прислужники Мелькара Собирались Вновь И Земля Наполнилась Лихом И Сьмою Теперь Все Сказано Об Устройстве Земли И Ее Правителях В Начале Дней Прежде чем Мир Стал Таким Каким Узнали Его Дети Илуватара Ибо Дети Илуватара Это Эльфы И Люди И Поскольку Никто Из Айнур Не Понял До Конца Той Темы Илуватара С которой Дети Пришли В Музыку Никто Из Духов Не Дерзнул Добавить Что Либо К Облику Потому Валар Стали Скорее Старшими Братьями И Наставниками Этим Народом Чем И Господами И Если Когда Либо В отношениях С Эльфами И Людьми Айнур Приходилось Прибегать К Принуждению Это Редко Оборачивалось Добром Какими Бы Добрыми Не Были Цели Больше Всего Айнур Общались С Эльфами Ибо Илуватар Создал Их По Нраву Весьма Близкими Айнурам Хотя И Не Столь Могучими И Прекрасными Дорожи Вы Людям Странными Ибо Говорят Что После Ухода Валар Наступило Молчание И Около Века Илуватар Сидел Один Погруженный В думы Пока Он Заговорил И Молвил Так Зрите Как Люблю Я Землю Что Станет Домом Для Квенди И Атанов Квенди Будут Прекраснейшим Из Всех Живых Существ Они Получат Познают И Создадут Более Красоты Чем Все Мои Дети И Будут Жить В Великом Блаженстве Атанам Же Я Дам И Ной Дар И Повелел Он Дабы Души Людей За Гранью Мира И Скали И Не Находили Покоя Но Им Будут Даны Силы Самим Устраивать Свою Жизнь Среди Стихи И Путей Мира Тогда Как Судьба Других Существ Предопределила Музыка Айнур И Все Дела В Познании Трудах Будут Завершены И Мир Будет Пронержать Последним И Младшим Но И Лаватар Знал Что Люди Оказавшись В Бурях Мировых Стихий Будут Часто Сбиваться С пути И Не Смогут Полностью Использовать Древан Им И Сказал Окажется В свое Время Что Все Что Бы Не Совершали Они Служило В Конце Концов К Славе Моих Трудов Эльфы Однако Знают Что Люди Часто Печалят Мамвэ Которому Открыты Многие Думы И Лаватар Ибо Эльфам Кажется Что Из Сех Айнур Люди Больше Всего Напоминают Мелькара Хотя Он Всегда Боялся И Ненавидел Их Даже Тех Кто Служил Ему Одним Из Этих Даров Свободы Является То Что Люди Лишь Малое Время Живут Живой Жизнью И Не Привязаны К Миру А После Смерти Уходят Куда Эльфам Неведомо Эльфы Остаются До Конца Дней И Потому Их Любовь К Земле Всему Миру Более Ясна И Горька И С Годами Все Горьше Ибо Эльфы Не Умирают Пока Жив Мир Если Не Убиты Или Не Истомлены Скорбью А Они Подвержены Этим Мнимым Смертям И Годы Не Уносят Их Сил Просто Некоторые Устают От Десятков Тысячелетий Жизни А Умерев Они Собираются В Ширтогах Мандоса В Валенаре Откуда Могут Время Возвратиться Но Сыновья Людей Умирают По-настоящему И Покидают Мир Потому Что Они Зовутся Гостями Или Скитальцами Смерть Их Судьба Дар Илуватара Которому С течением Времени Позавидуют Даже Стихии Но Мелькар Извратил Его И смешал С мраком И обратил Добро Во зло А надежду В страх Однако Давным-давно В Валенаре Валаре Открыли Эльфам Что Люди Вступят Во второй Хор Айнур Тогда Как Мысли Своих Об эльфах Илуватар Не Являл Никому